Привет мои любимые котики! Как у вас дела? Как настроение? Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Рита, Нари, Зик и Леон, главные персонажи Тока Бока. Мы с вами уже познакомились с ними, но в игре полно и других персонажей. Среди них встречаются друзья, близкие, рабочие. В первом выпуске я познакомлю вас с одноклассниками нашей банды. Этой информации нигде нет в открытом доступе, существует лишь официальный мультик, на который я и буду основываться, добавляя свои теории. Если мы накопим тысячу лайков, то я сниму продолжение, а вы напишите пожалуйста в комментариях, о каких героях хотели бы узнать больше. В классе с ребятами учится примерно 13-15 человек, мы можем понять это по эпизоду промысленной уроки, когда Рита, Нари, Зик и Леон начинают засыпать во время урока математики. Как же это жизненно! Рите кажется, что она детектив и проводит опрос для медведя, обвиняя его в похищении драгоценностей с помощью хомяка. Так признайся же мне! Не понимаю, о чем ты говоришь. Какая месть? Ты виновен, так как украл драгоценности с помощью хомяка. Я могу доказать это. Докажи, что докажешь. Ты уже доказал. Пудингам! Зик уснится, что он популярный модельер для животных, и на показ мод, когда выходит модель, все кричат его имя. Пошел! Зик! 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 Я! 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 Леон представляет себя известным диджеем. Самый лучший диджей в мире, Леон! Леон, подпиши постер! Ну а Нари просто птичка. Да, которая улетает в космос. Однажды Зик приводит в школу лошадь. Эм, что? Что? Что за странный велосипед? Может быть, ты едешь на странном велосипеде? Знакомьтесь, это сеньор Фрессон. Так Зик назвал эту лошадку и хочет оседлать ее. Правда, родители не хотят, чтобы лошадь жила в доме, поэтому он и приводит диджей в лошадку в школу. Просит ребят сохранить секретик. Ах, это сеньор Фресса. Я вызвался оседлать его, но мои родители не хотят, чтобы он жил у нас. Вы должны помочь мне сохранить этот секрет, пока мы в школе. В тот же момент мы знакомимся с Хироки. Он учится в одном классе с главными героями. Его часто назначают следить за безопасностью в школе. Хей! Что это за звуки? Нет там никакой лошади. Локи, мы просто тренируемся. Наши звуковые эффекты очень правдоподобны. Да, ребята. Хватит! Вы вообще видите, что я дежурный на этой неделе? Чтобы больше такого не повторялось. Давайте его, кстати, поищем в Токобоком. Я покажу, где находится этот персонаж. Мы можем найти его в творческом здании, в художественном классе. Попадаем в творческое здание, заходим в лифт и поднимаемся на первый этаж. И здесь будет стоять Хироки. Имя японского происхождения. По знаку зодиака он скорпион. Любимый цвет красный. Девиз по жизни. И я лучше всех. Он дерзок, импульсивен. На вещи смотрит более реалистично, чем, например, наши мечтательные главные герои. Что мне делать? Не волнуйся, Зик. Мы поможем сохранить твой секрет. Та-дам! Имя Хироки означает потребность доминировать. Так и есть. По характеру он настоящий лидер. Умеет правильно руководить и выбирать исполнителей. Я напоминаю, мы его встретили на улице Океи в Доме творчества на первом этаже. Кстати, художественный этаж. И мы можем предположить, что Хироки художник, о чем говорит его беретка. Кстати, среди более приземленных причин того, почему художники носят берет, можно выделить желание подражать великим мастерам эпохи Возрождения. Да Винчи, Рафаэлю и другим. Альтернатива резинке или повязке для длинных волос. Защиту от солнца во время работы на пленэре. Его беретка обозначает символ свободолюбия и стремления к самовыражению. Хироки очень ответственный, за что ребята его и недолюбливают, ведь постоянная слежка мало кому понравится. Хорошая работа. Новичок. Ух ты, кто он? Но раскаяние в конце эпизода заставляет проникнуться к этому персонажу и понять, что все, что он делает, это ради безопасности ребят. Новичок, откуда ты взялся? И почему ты меня игнорируешь? Ну, скажи что-нибудь. Я знаю, я знаю, что я всех иногда достаю. Но я должен это делать ради безопасности. Я просто мальчик, просто мальчик. Нимбус и Алина. Нимбус. Найти этого персонажа мы можем на карте, где летний курор, а конкретно аэропорт. Давайте сейчас его и посетим. Проходим весь аэропорт. Нимбус будет сидеть в самолете. Это настоящий лентяй, который ничего не хочет и вечно устает. Например, в эпизоде про модель, которая не двигается, мы узнаем, что мама заставляет его стать волонтером, чтобы поступить в колледж. Эй, Нимбус, как дела? Моя мама заставляет меня заниматься волонтерством, чтобы я мог поступить в колледж. Но я не хочу быть волонтером. Я устал. Кстати, возможно, ему все-таки удалось поступить, поэтому он сидит в самолете, чтобы долететь до следующей карты с колледжем. Ведь следующее после летнего курорта идет как раз-таки университет, колледж, общежитие. Но он никогда не пробовал заниматься благотворительностью. И тогда Зик предлагает ему попробовать поухаживать за собаками. Ты когда-нибудь пробовала стать волонтером? Нет. Ты охотился на призраков в лесу? Нет. Ты точно никогда не поступишь в колледж? Ну, мне нужна помощь с собаками. Надеюсь, это считается волонтерством. Отлично. Нимбус отвлекается, и собаки убегают. Хорошо, Нимбус. Это довольно просто. Все, что тебе нужно сделать, это крепко держать всех собак. Они очень легкие, я думаю, ты спра... Нимбус! Извини. Я просто отвлекся. Он обожает мороженое и фруктовый лед. Не верит в призраков, а любимый цвет фиолетовый. Знаете ли вы, что если один щенок решит прыгнуть в мусорный бак, то все 14 других щенков решат прыгнуть за ним, и вам придется вылавлять их по отдельности? Во второй раз, когда Нари пытается натаскать Нимбуса по зданиям, он просто засыпает. Нимбус, ты видишь призраков? Буквально нет. Подожди немного. Это призрак, Нимбус, вставай. Да, вот так вот, друзья. Просто в любой непонятной ситуации засыпаем. Кстати, на его голове есть повязка с Эмодзи молния. Изображение молнии, которое является частью облака с молнией Эмодзи. Кроме того, это признанный символ опасного напряжения, и он используется в качестве предупреждения. Наряду с Эмодзи предупреждение, чтобы все понимали, что нужно держаться подальше от него. А еще он все-таки смог прославиться в токобока в роли модели, ведь с Нимбусом можно найти сувенирную продукцию, начиная от игрушек, заканчивая одеждой. Даже на моей одежде изображен Нимбус. В этом же эпизоде мы знакомимся с Алиной. Алина? Я думала, это призрак. Призрак? Нет. Но я вижу там ангела. Посмотри. Давайте найдем ее в токобоком. Она находится на летнем курорте. В отеле. Заходим в лифт и поднимаемся на первый этаж. Раньше я думала, что это работник отеля, сидит за компьютером. Но, как оказалось, нет, друзья. Это просто компьютерный уголок. Во многих отелях есть такие компьютерные уголки. Так вот, Алина сидит именно тут и обрабатывает свои фотографии, которые сделала. Она тоже учится в одном классе с ребятами. Девочка любит много фотографировать и коллекционирует фотокарточки. Я только что сфотографировала его. Он идеальная модель. Не могу поверить в это. Это фото прекрасно впишется в мою коллекцию. Мои друзья точно оценят. Ты только что сфотографировала меня? Жутко. Это не жутко. Так сказано в названии моего альбома. Кстати, давайте с вами спустимся на нулевой этаж. Я покажу вам ее фотик. Заходим в лифт. Спускаемся. И двигаемся влево. Останавливаемся в районе магазинчика. Вот на этот фотоаппарат она делает свои шикарные снимки. Потом обрабатывает их в компьютере и участвует в конкурсах. Подождите. Что? Когда ты сфотографировала меня? Оу. Это вовсе не имеет значения. Олене не страшны никакие экстремальные ситуации. Она найдет выход из любой. И не упустит возможность сделать новый кадр. И последняя одноклассница, с которой я сегодня вас познакомлю. Паста. Очень дерзкая и бойкая девчонка. Этот хот-дог на вкус отвратителен. Он как будто бы лежал там пять часов. Паста. Мы можем найти ее в печенькограде в зоомагазине. Я так думаю, она подрабатывает, ухаживая за животными. В мультике мы знакомимся с ней, когда она проводит для Леона мастер-класс по дерзости. Это было невероятно. Научи меня дерзить. Уверяю тебя, я в этом профи. Можешь положиться на меня, я сделаю тебя лучше всех. Пора провести полноценный мастер-класс на дерзость. Здорово. Ох, простите, извините меня. Вы по приглашению? Но я что-то не вижу, чтобы ваше имя было в списке. Паста настоящая оптимистка по жизни. Ее можно назвать прекрасным оратором, которому прислушиваются, и с которым с удовольствием общаются. Зачастую она легкомысленно и непостоянно. По натуре артистка, но к людям относится с открытой душой и всегда готова помочь. В жизни стремится к оригинальности, лидерству. Паста хочет власти над всеми, но отсутствие лидерских качеств не позволяет добиться своей цели. Ее основной чертой является беспокойство и неумение контролировать свои эмоции. Любимый цвет – зеленый. Любимое время года – осень. Она обожает виноград, а по знаку зодиака – весы. Мне предстоит узнать много нового. Чтобы дойти до такого уровня, какой мой первый урок, паста? Подумай о том грызуне. Эй, белочка, у тебя лицо... Да, у тебя такое милое беличье личико. Ты только что сделал комплимент белке. Разве? Я даже и не понял. Ладно, подскажу тебе. А что это ты ешь? О, хорошо, сейчас. Ты чокнутый. Хотя некоторым людям нравятся орехи. О, я так думаю. Несмотря на ее резкость, она обучает Леоне дерзости и засчитывает последний экзамен. Мне нужно воспользоваться дамской комнатой. Может, тебе будет легче без меня. Цветок, ты плохо пахнешь. Чучу, ты пахнешь как парфюм. Я вообще-то все слышу. О, я имею в виду... Как плохой парфюм. Да, Леон, это был последний экзамен. Кстати, ты прошел его успешно. Теперь можешь подойти к этому старперу и вызвать его на битву. Друзья, если вам понравилась новая рубрика и вы хотите узнать о других героях, то поставьте, пожалуйста, лайк под видео. Напишите в комментариях, о ком хотели бы узнать. И я читаю все комментарии, обязательно возьму на заметочку. Всем желаю отличного настроения, вкусной еды. Играйте в Току Боку вместе со мной и не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok